Я беру плоскогубцами за конец Потом иду жердью сбиваю Рой О! Нифига себе! Слышите? И видно, что подходил, смотрел, нюхал Ну я его, короче, ушатаю Смотрите, какая пасека у нас классная Все настроено, все работает В общем, ситуация Так как я делаю это в цокольном этаже И у меня очень много бетонной стены За штукатуркой устанавливать вот такие подрозетники Оказалось, ну прям зло Ну реально То есть они встанут в некоторых местах Но везде не получится Хотел купить коронку Мне сказали, коронка это убийство перфоратора В любом случае Тем более, если перфоратор не фирменный А у меня интерскол Ну я его, короче, ушатаю Поэтому я принял решение взять просто подрозетники Меньшего сечения Такие даже в штукатурку нырнут Ну в них, конечно, не совсем будет удобно устанавливать все это дело Но придется немножко потрепаться Зато я смогу сделать скрытые розетки Хотя бы в бильярдной Понятно, что в тех комнатах они будут уже наружнее По идее, можно и здесь их утопить Но здесь маленький Здесь вообще будет, смотрите, вот Прям По толщине проводки А там опять большой Здесь вообще Вот здесь можно было поставить скрытые А может и поставим Ну, в общем, вот такая ситуация Сейчас в моих планах Сделать эту комнату Наконец-то уже Начать делать ее красивой Все это под штукатурю вровень И уже буду замазывать это финальной Цементной штукатурочкой Поставил дверные Сейчас закидаю Потому что хочу, чтобы все-таки было красивенько Ровно Вот эти мне не нравятся огрехи Надо заделывать Зачем они нужны? Ну, поехали Лопаткой для перфоратора Делаю нишу для будущего подрозетника В принципе, бетон поддается Хоть и без особого желания Благо, штробить нужно неглубоко Поставил Отлично Будет целый видос Посвященный подключению газа в этом доме Так как газовщики Это самая бюрократичная структура в нашей стране Насколько я уже понял То этот процесс будет у нас длиться долго Вот, чтобы вы понимали Сегодня июль А началось все в ноябре То есть у меня есть зимние кадры Летние кадры В общем, будет интересно На днях я был опять у них Сказали, что после заключения договора Ждите как минимум Как минимум 4 месяца Как максимум 8 и больше Плюс в том, что я не тороплюсь Теперь не тороплюсь Потому что я-то думал, что все Сейчас будут копать Сейчас будут дела делать И все, кошмар Мне сказали Короче, время есть Мечтаю так сделать Чтобы газ заходил там В том углу Проходил по верху И вот здесь стоял котел Это почему-то мне так хочется И чтобы котел выплевывал вон туда Потому что для котла Необходима большая гильза Для ввода газа достаточно всего лишь трубы Гильзы не менее 100 миллиметров Тут как раз соточка Даже 110, по-моему Это канализационная труба рыжая Если у вас есть по котельной Какие-то советы Какие-то вот фишечки Которые вы использовали И они классно работают Я вас очень прошу Кидайте в комментарии Мне будет очень полезно Ну, одна из фишек Которую вы уже знаете У нас будет находиться Центральный пылесос вон там И он будет работать В предыдущих видосах Вот по этой ссылке Вы можете посмотреть Как я эту тему тестил Тестил, да Ну что, следующая комната У нас на очереди Вот эта Здесь осталось поставить маяки И можно уже приступать Ту комнату я хочу добить до конца Я бы уже и в этот перешел Но настроение такое Типа незавершенности Какое-то вот хожу Не додел Нет, надо допинать уже до конца Ее, сделать ее хорошо И потом переходить дальше Потому что если я сейчас Все сделаю вот так То потом я буду мучиться Ну, просто я человек такой Что мне надо сначала Добить одно Потом бросаться в другое Это правильно Ну, опять же, неправильно Это чисто мое осуждение Может у кого-то по-другому Пока я готовлю раствор И грунтую стену Под финишную штукатурку Хочу задать вам вопрос Который назревал у меня уже давно Вы то и дело Простите поделиться ссылками На девайсы Которые я использую в работе Например, очки или фонарь Ну и так далее Подумала, почему бы мне не создать Директорию на моем сайте Жарковский-мед.рф Можно же выкладывать туда Всю необходимую для вас информацию Директория, например, может называться Мой Ютуб Скажите, было бы это для вас полезно? А мы продолжаем И так я здорово сэкономил На финишном растворе Используя смесь Приготовленную собственноручно А надо-то Три ведра песка Одно ведро воды Одно ведро цемента И один мешок Финишной цементной штукатурки Как итог Та же Пластичность А материала уходит в разы меньше Казалось бы, работа вообще незаметно прошла, да? Ну, точнее, она ничем не отличается От того, что было в начале И стала в конце Но теперь я поворачиваюсь Вот так И вот эта сторона Показывает вам разницу Осталось доделать немного Устал, честно говоря Надо еще рамки направолочить Потому что на пасеку подставить Скоро мед И вы уже много пчелы налили Но им не хватает магазинов Отдел снабжения Я вчера звонил Говорит Подвози магазин Надо наливать медом Вот Кстати, у пчелы есть отдел снабжения Что надо быстро проволочить Довозить в магазины И на следующей неделе Поедем качать уже точно То есть это 20 какие-то числа Ждите мед Он скоро будет Я вам покажу Прямо пидос Как я его качаю Как он льется В этом году Я увеличил пасеку И приобрел Супер крутую Мега джет Медагонку На которую вообще не надо ничего делать Там кнопочку нажал Она все сама сделала Так что Вот так Похвалился О, все Так, ладно Пошел я проволочить рамки И надо на пасеку сгонять А потом добьем вот эту часть Да Вот так будет правильно Пойдемте Так, Жень Напроволочила нормально Что делаешь? Дырки сверлю где не хватило У нас некоторые рамочки оказались без А я тут выпендриваюсь перед зрителями Говорю, что я сейчас пойду проволочить А у меня жена все сделала Всю главную работу Так, а это что у нас за брак? Брачок А это вылетело Тут надо просто обреть Мощными пальцами так Ой, отремонтирую Сейчас сделаю Мощь Что? Мощь! Сила! Ну все здорово Сейчас это остатки Которые нам надо добить уже И отвезти на пасеку Тут 4 магазина Это 40 рамок Здесь еще рамки магазинные Вон они Короче, их здесь 100 В общей сложности И еще рамок 20 Больших корпусных Берем рамку Рамку Рамки Натянула Женя Вы это видели А мне осталось Это все дотянуть Я беру Вот так Плоскогубцами За конец И теперь Тяну на себя Вот так Подвожу И заворачиваю Главное, чтобы рамка Была натянута От соль малой октавы До второй октавы Видите? Немножко не строит Это соль Да? Соль Или ми А вот это Так, еще подтянуть Немножко надо подтянуть Все, рамка строит Слышите? Сейчас хорошо, да? Заворачиваем И обрезаем Ну, как навощинивать Вы это уже у меня видели Но Наверное, я вам сегодня Еще раз покажу Потому что, я так понимаю Среди нашего зрителя Очень много начинающих И практикующих пчеловодов Поэтому, как говорится Делиться опытом Никогда не поздно А может даже и хорошо Смотрите Может быть, какой-то совет кинете Буду рад Вот именно вот таким путем Я работаю уже 10 лет Ну, самый оптимальный вариант Изготовления Рамочки Немножко делаю в натяг Плечика В дальнейшем Если даже проволока захочет увеличиться Просто плечо выпрямится И этим самым я компенсирую То, что проволока Может растянуться Бывает не проволока растягивается А проволока просто заходит Вот сюда В мясо плеча И начинает его рвать Только так Конечно, проволока не вытягивается На таком размере По-моему, получается неплохо Завтра пчелки будут довольны Новая работа их ожидает Новые рамочки чистенькие Новая овощинка Рамки надо менять чаще Когда рамку долго не меняешь Так как пчелки постоянно засеивают Пчела выходит Снова новую засеивают Опять выходят Опять засеивают И вот этот процесс Он все равно марает вощину Но как минимум он марает А как максимум Сами гнезда Или соты По-другому Они становятся меньше И, соответственно Если долго не менять рамки И доводить их до черного состояния То пчелка будет у вас выходить маленькая Соответственно Будет нести меньше меда Потому что Ну, у каждой пчелки Есть свои возможности Если она маленькая То она многое на себе и не унесет Меняя рамки И делая их чаще светлыми Пчеловод выигрывает для себя Какой-то там процент меда А на круг всей пасеки Этот процент получается Очень даже не маленький Не знаю, зачем я вам рассказываю Ну, я думаю, что Кому-то это интересно А кому-то для общего развития А кто-то, может быть, хочет заниматься пчеловодством В памяти останется И он когда-нибудь это использует Поэтому полезного в этом много Не перестаю удивляться Одному главному моменту Интересному моменту Который я сам, кстати, ощутил когда-то Когда начал заниматься пчеловодством В улье нет вообще ничего такого Что можно было бы просто взять и выбросить В любом производстве есть Какие-то вещи на выброс Короче, пчеловодство Это вообще в принципе просто Многие могут заниматься пчеловодством Но есть одно но Это первое, это тяжело А второе, это аллергия У кого есть аллергия на пчел Это просто капец И еще есть аллергия на траву Вот мой друг Сейчас столкнулся с этой проблемой У него аллергия на траву Причем он пчеловод Представляете, как тяжело То есть ты вроде должен постоянно ездить В поля, где цветут цветы И ты чихаешь Что это я об этом рассказываю Поехали на пасеку Так, хейтерами я обеспечен Жена таскает, муж отдыхает Приехали только что Вышел Слышу звук роевой Слышите? И точно Смотрите, рой формируется То есть рой вышел сейчас И вот он сейчас будет шапкой Где-то вон там зависать Вон уже видно, где он формируется Вон обсаживается вокруг березки И потом это все вот так там повиснет Но этот рой достать, конечно, будет крайне тяжело Какая-то семья отраилась сильная Скорее всего Не знаю, взять его Тяжеловато будет Тут надо лезть, рубить Это все осыпется Матку уже не найдешь Подставить что-то и стряхнуть Тоже сильно высоко Вот ройок Он сейчас засядет туда Пчела-разведчица улетит Искать новое место Где-нибудь дупло какое-нибудь Или ловушку И потом они перелетят Надо сейчас ловушки будет выставить Потому что раи Раи уже работают Значит, надо это На всякий случай Поставить ловушечки Медведь был на той неделе Его Током жваркнуло Он порвал сетку И убежал Все истоптано Вон там все исхожено Подходил со всех сторон Сейчас начнем работать И покажу вам моменты Где он чудил Но хорошо, не отглянули Не взял То есть он только начал Через сетку переходить Его долбануло Дернулся Рванул сетку Больше не приходил Так и кули все стоят на месте Так, ладно, все Пойдем переодеваемся И работать По поводу этого роя Я решил поступить Таким путем Я сейчас поставлю сюда Ловушки На разных расстояниях Заряжу ловушки Вкуснятиной И я думаю, что Разведчица Она явно выберет Мой вариант И на следующей неделе Мы с вами увидим Заселилась ли туда Раевая семья Или она свалилась С нашей пасеки Ну потому что Лезть на высоту Третьего этажа Там просто Ну нереально Даже если я залезу Спилю ветку Это все все равно Обцепится И мы проиграем Ладно, смотрим в уле Сейчас наша задача Понять сколько там меда И вообще Надо ли подставлять Сегодня процесс такой Новые рамки Которые мы подставляли Все оттянуты И все полностью засеяны Свежим однодневным раскладом Так, заметьте Рамки, которые мы с вами готовили Я ставлю через одну Для того, чтобы пчелы Не пугались новой суши И работали корректно Я ставлю его в разрез Потому что с этим магазином Они уже знакомы А тот магазин для них новенький Поэтому, чтобы они Выстрее с ним познакомились И ходили в свой Известный уже себе магазин Через этот И наливали все равномерно медом Такая вот идея обмана Или как это Лукавство Вот теперь можно смело Две недельки дать им на работу И у нас будет Очень много вкусного меда Сейчас Может быть через неделю поедем Посмотрим Это первая уля Я еще не знаю Что происходит со всей пасекой Сейчас мы это поймем Может быть Дальше будет все Намного интереснее Как я и говорил Друзья Вот сейчас мы проходим Второй всего лишь улей И вот в этом улье У нас матку Мы не меняли в этом году Мы брали отсюда То есть матка здесь Живая и бодрая И сейчас я вам покажу Что здесь творится То есть по идее Можно сейчас смело Заводить медогоночку И начать качать Смотрите Полностью все залито медом Этот мы поставим в разрез Дадим вам два магазина новых И пусть ребята занимаются Работой Вот такие небоскребы Мне пришлось настроить Потому что я просто Не взял с собой медогонку Но меда я вам скажу Уже хорошо То есть медведь был Очень даже прав Когда лез сюда к нам Он знал зачем лезет Пришлось даже снять Такой пятачок С медом Вот пчелкам в подарок Сейчас они его Обнесут Просто они уже Настраивали его Снизу соты Это я им в подарок Отдал обратно А вот смотрите Что сейчас есть Вот казалось Один магазинчик И посмотрите Вот эти рамки Они уже залиты полностью Сейчас они начнут их печатать То есть Даже на следующей неделе Когда я приеду Придется снимать с них заброс Надо купить расческу Кстати хорошую Так что ребята Меда будет Делайте предзаказ Сайт вот он Жарковский-мед.рф Пишите мне Я всем отвечаю Как вы уже знаете Сейчас я должен Снять вот этот магазик Сюда я ставлю пока им Два других магазина Которые в разрез Чтоб они их Заливали пока Время не теряли У меня видите как получилось Улья в котором матка Оно работает Улья в котором нет матки Оно пока слабенькое Но оно к сезону То есть вот Ну еще недельки две И оно уже Начнет работать Давайте пчелки Все молодцы Работаем Дожди дали себе знать Дягиль очень хорошо Отработал Видели да Заезжали мы Пучка дягиля Они везде Ну вон весь дягиль То есть это все Дягилевый мед Ну с разнотравием Понятно Гречки здесь нет Потому что гречка Еще даже не цветет Вы видели Вот А уже заливают Класс Сейчас мне придется Всю пасеку Вот такую построить Представьте Вот это просто жесть Ладно Работаем Работаем парни Что у нас здесь Здрасте вам Так А вот как раз Это без матки Да Так что оно Ну то есть Сейчас там уже с маткой А было без матки Поэтому они Особо-то здесь И не насуетили Так Так Сегодня у нас день Просто богат на Топ контентик Сейчас я вам покажу Одну интересную штуку В общем я Косил Ну Уля Косил Вы сейчас видели Да Я подумал А почему бы мне не прокосить Под нашей линией Электропередач Бывает травинка Вырастает Задевает в линию И ток Который должен Останавливать животное Он уходит в землю Из-за кустов У нас как бы Всю линию не видно Я начинаю косить И дохожу до одного места Вот до этого И так же я вижу Помятые кусты Здесь Вон там У березы Помятые кусты И вижу порванную линию Тока Та которая не должна Быть порвана совершенно Она у нас порвана Иду И пока я иду Я смотрю Вон ходил Маленькие валежнички Ну много мест На самом деле Где видно Что подходил Смотрел Нюхал Товарищ наш Хозяин тайги И в конце концов Я смотрю Проволока-то Оборвана Так я отключил же Периметр Да Меня же не жмаркнет Все Где-то он тут Дерганул ее хорошенько Сейчас я должен Ее отремонтировать Дико извиняюсь За свой страшный вид Я вот так не работаю Обычно Просто я сегодня косил И сегодня Этот костюм поедет У меня в прачечную комнату Так Нормально порвало Классная штука На самом деле Я ее как-то в одном Видео испытывал Даже на первом канале Показывали про меня сюжет Когда я трогал Страшно было Рассказывали про пчеловодов И взяли мой кадр Ну короче Вот так было Так Все хорошо Все хорошо Все натянуто Да Все натянуто Все Давай медведь Больше к нам не ходи Мы к тебе братан Не ходим И ты к нам не ходи Многоэтажки Они меня просто восхищают Вы смотрите Что творится Вот это взяток Вот это значит Сейчас идет взяток Это моя многоэтажка Номер один Многоэтажка номер два Класс Смотрите Что несут то хоть Ребятки Что несете Несем Иван чай Пучку Я несу зверобой О а я не промашку Это змееголовник Несем ванчик Таволга Немножко подсолнух У меня душа Насчет медведица Несем дяги Донник Василек Акация Ну ты же не упадешь За неделю я надеюсь Я так еще подпер на всякий случай Потому что ну реально Стоит опасно Представьте в каждом таком магазине Сейчас примерно по 10 12 килограмм меда Это прям 100% Если не больше Вот о чем я говорил Это плохо Потому что они Ток на себя переводят Вот смотрите Пчелу задавило Ее убило током что ли Офигеть представьте Ее просто убило током Оказалось не в то время Не в том месте Давайте сделаем еще один Момент такой Ну конечно это прям по хулигански Но я думаю меня простят Короче вот этот рой Который висит В любом случае он улетит от нас Но я могу его остановить И оставить здесь Наверное Я могу просто сейчас сбить его Он осыпется Тут начнется вакханалия И этот рой Прилетит в мою ловушку Я их уже приготовил Сейчас я их поставлю Самые в такие места Злачные Поставлю самые вонючие рамки Которые уже были на выброс Можно сказать Вот я их приготовил Мы их сейчас зарядим Смотрите Вот это просто нельзя ставить пчелам уже Но зато Это очень пользуется Хорошим спросом У раев Потом просто с них Стряхиваем нормальная улья И у нас Мощная Сильная Рабочая семья Место номер один Будет у нас Вон там Там у нас раньше вода стояла Вон она Пушка висит такая До нее не долезть Это я даже Я говорю Если срезать ветку Я не смогу это взять Так И вторую ловушку поставим Вот сюда Прям на угол поставлю Пусть она тут стоит Да Точно Для привлечения и поимки Раев на пасеках В период роения пчелиных семей Штука старая Ей уже несколько лет Но тем не менее Может пригодиться Раеловку ставлю сюда Поливаю опероем Для привлечения матки Потом Иду жердью Сбиваю Рой И уезжаю А вы все это видите Я то уйду А все осыпется Прям на вас Раек у нас вон Висит Что-то рой не хочет Уходить Но во всяком случае Я его растребушил Это уже хорошо Значит они о чем-то Сейчас будут думать Что здесь небезопасно Да Ну они формируются обратно Им там тепло Давайте будем надеяться На то что оперой сработает И все-таки Оперой их заманит к себе Ну а мы Едем на стройку Продолжаем Бильярдная почти закончена Готовлюсь перейти Работать в прачечную А там и бойлерная недалеко Настрой боевой Очень выручила поездка в горы Кстати Кто не смотрел Советую посмотреть по ссылке Знатный отдых вышел Который раз хочу поблагодарить вас За поддержку И ваши репосты Роликов в социальных сетях Вы лучшие Спасибо вам друзья Ну а мы На этом с вами прощаемся До скорых встреч Надеюсь видос вам понравился Следующее видео У нас будет качка Готовьтесь парни Будет весело